Британские ученые заявили, что глобальное потепление может сделать людей карликами. И это не начало анекдота. Есть предположение, как будет выглядеть человечество через сотни лет. Британский ученый провел исследование, согласно которому климатический кризис может существенно повлиять на будущий внешний вид человечества. Речь идет об изменениях в росте. Глобальное потепление поспособствует заметному уменьшению размеров людей. Профессор-палеонтолог Стив Брусате из Эдинбургского университета сравнил текущее положение человечества с первыми парнокопытными, которые уменьшились по мере повышения температуры Земли около 55 миллионов лет назад. Животные маленького размера легче переносят жару, так как они имеют большую площадь поверхности тела в сравнении с их объемом, что позволяет сбрасывать избыточное тепло. Это означает, что не только люди, но и все другие млекопитающие уменьшатся. Брусате отмечает, что в настоящее время животные в более теплых частях мира чаще всего меньше, чем в более холодных районах. Этот экологический принцип получил название правила Бергмана. Ранее некоммерческая организация Climate Central визуализировала, как изменятся города после подъема уровня мирового океана из-за глобального потепления и таяния льдов. Если человечество не будет решать климатическую проблему, такое случится с городами в ближайшую сотню лет. Продолжим. Компания IBM объявила о полном уходе из России с увольнением всех сотрудников. Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения начал полностью сворачивать деятельность в стране и увольнять сотрудников местного подразделения. Об этом заявил в своем обращении, опубликованном на сайте IBM, глава компании Арвин Кришна. При этом она ограничила доступ к своему официальному сайту для российских пользователей. В первых числах марта глава гиганта IT-отрасли отчитался о приостановке всего бизнеса в России из-за ситуации в Украине. Исходя из его слов, это решение было нужно, чтобы IBM могла оценить долгосрочные перспективы, продолжая выплачивать зарплату и поддерживать сотрудников России. Теперь же в компании решили полностью покинуть российский рынок с увольнением местных сотрудников. И глава компании Арвин Кришна подчеркнул, что руководство компании считает такой подход правильным и необходимым. Ну и напоследок новости крипторынка. Опрос 65 богатейших людей мира, проведенный в Forbes, показал, что почти 30% из них прямо или косвенно инвестируют в криптовалюты. Исследование Pew Research, проведенное в конце прошлого года, показало, что 16% взрослых американцев в какой-то момент инвестировали в цифровые активы, в то время как опрос NBC News среди тысячи американцев показал, что 20% покупали, торговали или использовали криптовалюту. Около 18 процентов опрошенных миллиардеров сообщили, что имеют не менее 1% своего состояния в крипте. Большинство из них инвестируют в качестве небольшого эксперимента. 80% инвесторов заявили, что они вложили меньше 1 десятой части своего состояния, в то время как некоторые респонденты миллиардеры заявили, что вложили более половины своего состояния в криптовалюту. Еще 10% рассказали, что не покупали биткоины напрямую, а поддержали компании, ориентированные на криптовалюту. Тем не менее, многие миллиардеры все равно не покупают криптовалюту даже в качестве эксперимента. Они считают, что цифровые активы слишком изменчивы для инвестиций и в качестве разумных вложений будут искать что-то более стабильное.